Слонимский дорожный производственный участок ДРСУ-119 обслуживает более 500 км внутрирайонных дорог. Для небольшого коллектива это немалая нагрузка, при том, что примерно половина дорожного покрытия гравийная, которая требует постоянного ухода. Теперь оживленно в мастерских участках. К предстоящей зиме надо тщательно подготовить технику. Впрочем, и на дорогах работы хватает. Наши организации на данный момент, так как мы в Слонимский участок уже стали, работает 40 человек. Численность небольшая, но наши люди выполняют объемы работ, которые сравнимы, так скажем, с большой организацией. Значимыми делами, или, так скажем, нашей работой за прошедший год, это была автодорога Василевичи-Ганьки, вторая очередь, где гравийное покрытие было переведено в асфальтобетон, что улучшило состояние дороги, ее проезжаемость, ну и, конечно, для водителей и хозяйства. Второй значимой, скажем так, работой нашей организации, это был текущий ремонт улицы Соборной в агрогородке Жировичи. В этом году там была проведена очень большая работа по замене тротуарной плитки на пешеходной дорожке в асфальтобетонное покрытие. Было уложено больше километра дорожного борта. На этом участке было заменено, вернее, был уложен асфальтобетон, который впоследствии был перекрыт новой технологией с лоресилом. Большая работа была проведена по установке новых дорожных знаков, автобусных остановок, ну и благоустройство вообще, что может быть самое важное для нашего участка, это содержание автомобильных дорог. Содержание занимает, ну, так скажем, большую, может даже больше половины от объемов этого, ну, нашей работы, так скажем. Содержание это, значит, и профилировка, и ямочный ремонт, и замена дорожных знаков, и установка новых дорожных знаков, вырубка кустарника, скашивание сорняков, приведение полосы отвода в надлежащее состояние, ремонт автопавильонов, уборка мусора по дорогам, ну, как бы работы, которые связаны с тем, чтобы пешеходам и автомобилистам было приятно и комфортно пользоваться нашими дорогами. Погода вносит свои коррективы в нашу работу, и если стоит жара, стоит засуха, или наоборот, льют дожди, то, естественно, с профилировкой у нас бывают сложности. Мы получаем нарекания от хозяйства, от руководства, допустим, района, от местных жителей, но по возможности, как только устанавливается благоприятный период, мы все эти свои, скажем так, недоделки стараемся устранять. Ну, а сама профилировка дорог, она зависит и от категории дороги. Есть дороги там, где подъезды к хозяйствам, где-то по которым вывозится молоко, привозится, допустим, корма и все остальное. Это в первую очередь. Поэтому, если где-то мы не доехали до отдаленных деревень, ну, то жители пускай уж нас извинят. Мы постараемся по возможности все к зиме это исправить. Зима идет. Готовы работа в зимних условиях? Ну, наша такая служба, что мы должны быть готовы к любой ситуации и особенно к зиме. На данный момент у нас уже, скажем, процентов 70 от выполненной, вернее, от поставленных задач в зимнее содержание дорог уже выполнены. У нас заготовлено противогололедный материал, которым будут обрабатываться дороги. У нас производится установка румов, то есть спецтехники, которая посыпает дороги и в дальнейшем будут оборудованы машины отвалами для очистки дорог. Также производится заготовка указательных вех. Это тоже необходимое условие установки в зимний период. Ну и дальше, да, будем продолжать профилировку дорог под зиму, так скажем, чтобы они были ровные у нас. Ну и заготовка песчано-соляной смеси, так скажем, опять же, противогололедных материалов на опасных участках. Я в преддверии праздника, я бы хотела вспомнить всех дорожников, которые работали в нашей организации. Хочу поздравить ветеранов, которые уже не работают. Ну, я не буду уже всех по фамилиях их называть, но знаю, что все мы их помним и все мы их знаем. Хочу поздравить людей, которых уже нет с нами, они ушли в другие организации, но унесли тоже большой вклад в работу нашей организации. А всех своих коллег, водителей, механизаторов, дорожных рабочих, маленький состав ИТР, который остался, пожелать с наступающим профессиональным праздником поздравить всех, пожелать им здоровья, это самое главное, в нашем нелегком, так скажем, труде. Пожелать счастья, добра, любви, ну и всего самого хорошего, чтобы на перспективу у нас была работа, чтобы у нас были объемы, чтобы у нас были деньги, ну и всего самого хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok